для детей достигших 12 лет привет привет дорогие мои юзеры с интернетом шутки плохи потому есть я который поможет вам безболезненно поглотить моря как бесполезной но забавной информации так и полезной но не смешной все верно эта программа блогер меня зовут иван харченко но и не будем разводить демагогию начнем поехали главным событием начала мая это конечно же день единства народов казахстана ведь действительно в нашей стране проживает более 130 различных национальностей и действительно его нужно праздновать с размахом да что там говорить лучше сразу посмотрим как его празднуют мы 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 в в в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok Действительно, друзья, очень приятно смотреть на такие прекрасные представления. Итак, уже традиционно предлагаю поговорить о нашем футбольном клубе. К сожалению, случилось очень досадное поражение от Астаны. Но мы продолжаем болеть за Тобол, ведь игра была действительно достойной. Еще и какой гол! Вы видели этот гол Никиты Бочарова? Это атака Тобола. Удар по воротам. Гол! Никита Бочаров здорово разыграли эту комбинацию. Коснайцы прилетел мяч с левого края. Тут недолго, думаю, российский легионер решил пробить в ближний угол. Ненет Эрич должен был закрывать, но ошибся. В этом случае решил, что фолл был со стороны футболиста. Еще раз смотрим, как Валюлин тут же подал здорово. Разыграли Коснайцы и мяч оказался прямо у Бочаров, который обработал и вторым же касанием пробил в ближний угол. Должен бы, конечно, отразить в данном случае Ненет Эрич. Так, пас, еще пас, Турзбек пропускает и голосо, как любят говорить испанцы. Ведь действительно, футболисты очень физически подготовлены и дисциплина не страдает. Почти как у военных. Так, что это я решил о военных заговорить? А, скоро же праздник, а значит, можно и посмотреть, как готовят нашу армию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мне очень нравится, что вы высказываете свои пожелания, и я их никак не могу не учесть, поэтому наша уже традиционная рубрика самых необычных и, как любят говорить юзеры, выносящих мозг подборка лучших фокусов. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь даже не хочется ничего говорить, просто нужно похлопать. Просто человеческие способности совершенно не ограничены, ведь действительно, это же ловкость рук, да и только. Так, кажется мне на телефон пришло смс, какой-то лайк и босс пишет. Когда же я, когда же я? Ну хорошо, если пишут не будем спорить, просто посмотрим. Так, так, вроде бы получается. Но не то, что он делает сальто. Я могу только в снег из забора, а он на канате. Да ладно на канате, так еще и приземлился на него. Действительно, упорные тренировки – результат мастерства. Друзья, сейчас ведутся очень большие споры, кто в доме главный – мужчина или женщина, а может равноправие полов. Предлагаю посмотреть следующий видеоролик. Я думаю, в этой семье уже все давно решено. Как говорится, все вопросы решили до свадьбы. Ну, раз уж начали говорить о крутых людях, помните проект «Тачка на прокачку»? Эти улыбки, слезы радости, когда увидел свою прям супер машину. Но это все там, за океаном. У нас люди делают для себя, для души. Они счастливы сами. Посмотрите, какая искренняя у него была улыбка. Это очень дорогого стоит, поверьте мне. Но улыбке можно дать и волю. И в интеллектуальной игре. Особенно, когда ты просто магнит для удачи. Именно в эту сторону бегут спортсмены на состязаниях по шорт-треку. По часовой стрелке. Да нет, конечно. Против часовой стрелки. Верно. 50 на 50, 200. В 1907 году американец Уолтер Уолман создал автомобиль «Санит» для быстрого передвижения по льду специально для экспедиции к этому полюсу. К южному. Нет. К северному. Верно. О, мне кажется, из двух вариантов правильный первый. Нет, а я думаю правильный второй. И вы видели, какой он счастливый? Такое чувство, что потерял в море кольцо, а потом на берегу лежит. Так, посмеялись немного. Нужно теперь размяться. Ой, вот так нужно танцевать. Предлагаю посмотреть на моих учеников. Неплохо, да, парня научил, как нужно танцевать? А вообще, современные танцы – это действительно искусство. Что ж, это были все интересные байты информации, которые я хотел влить в ваши любознательные мозги. Сёрфите, фильтруйте, применяйте. А наткнувшись на нечто интересное, присылайте мне, воспользовавшись любимыми ссылками из тех, что всплылили на экране. И ваше видео с обязательным упоминанием вашего ника появится в следующей программе. А я, Иван Харченко, на этом прощаюсь с вами, дорогие мои юзеры. До следующего раза. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова